Через несколько лет эти небольшие зелёные росточки на острове Русский вырастут в полноценные кедровые деревья. Акция «Вернём кедр Приморью» проводится восьмой раз и приурочена к Всероссийскому дню посадки леса. Ежегодно жители с активной гражданской позиции высаживают от 500 до 3000 саженцев кедра в различных уголках Приморья. На русском высадка проводится уже второй раз. Мы делаем это по собственной инициативе, с надеждой на то, что, может, не мы, так наши дети всё-таки отведают орешков с этих очень красивых и традиционных для нашей природы деревьев, которые, к сожалению, ареал которых сокращается. К высадке молодых кедров присоединились жители города, сотрудники компаний, предприятий, а также специалисты администрации Владивостока. Остров Русский активисты выбрали по нескольким причинам. В первую очередь это желание озеленить город, чтобы были места для прогулок. Немаловажная причина – пригодная почва и отсутствие палов на острове. Для кедра палы – основной бич. Ежегодно сотни тысяч гектаров молодых деревьев сгорает, в том числе и кедровая поросль. Но всё же приживаемость высаженных активистами саженцев велика, отмечают организаторы акции. Это дерево, которое больше всего чистит атмосферу, то есть даёт нам чистый воздух. Это дерево, из которого можно делать посуду, допустим, и это тоже имеет свои питательные. Дома деревянные уже надо, наверное, начинать возрождать, строить, мебель какую-то создавать. Но это, конечно, много времени пройдёт, пока вырастет это дерево, но пусть это будет для наших потомков. В Владивостоке ведётся активная работа по уходу за существующими зелёными насаждениями и высадке молодых деревьев и кустарников. Начала работу новая программа озеленения столицы Приморья. С начала весны в городе высажено почти две тысячи кустарников, 170 хвойных и 164 лиственных дерева, а также 52 тысячи цветов. В этом году городские скверы, парки и зелёные зоны украсят две тысячи вечно зелёных хвойных деревьев и три тысячи рододендронов. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.